Я приглашаю Качалова Сергея, который выступит с темой, как я пережил аварию к дочери. Я бы хотел рассказать о ситуации, которая произошла буквально в 2008 году с моей дочерью. Меня зовут Качалов Сергей Валерьевич. Я приехал из Караганды для того, чтобы поделиться. В 2008 году в городе Карагандаха зашел неприятный институт. Мою доченьку сбили на пешеходном переходе. Получилась такая ситуация, что мой ребенок 18 дней пролежал в коме. Данное, скажем, по медицинским показаниям, был поврежден ствол головного мозга. То есть это та часть, которая отвечает полностью за все состояние действия, полностью за все человека. И у меня получилась такая ситуация, а я уже давно являюсь верующим. Я христианин, я хожу в церковь. Но в этот момент, в этой ситуации получилось так, что я пришел к мусульманам, братьям. Я ходил буквально по всем церквям и говорил, что у моего ребенка произошла такая-то ситуация. Давайте будем молиться. Все говорили, хорошо, мы будем молиться. И получилась ситуация такая, что на 18-й день мой ребенок выходит из скоба. На 19-й день она просто встает на ноги без периода адаптации и начинает двигаться. Мы взяли, как обычно, пакет благодарения врачам. И когда мы пришли к врачам, и ребенок отдал этот пакет, врачи-то рассказали, это только благословение Бога. Я-то знал, что Бог именно вмешался, и Бог дал возможность моему ребенку, скажем, нормально инстанировать. И дальше было положение такое, что мой ребенок, моего ребенка отправили на домашнее обучение. Ей сказали, нельзя какие-то физические нагрузки полностью производить. То есть она должна быть в сильящем режиме. И получилась ситуация такая, а я сам с детства являюсь спортсменом. И я тогда сказал Господу, говорю, Господи, если ты благословил, и мой ребенок станется жив, сделай так, чтобы я ее отдал на спорт, и никаких, скажем, последствий от этого не было. И получилась такая ситуация, что я своего ребенка записываю на боевое сам. То есть у меня тоже ребенок занимался спортом, но вот в определенный момент я ее записываю на боевое сам. И с ней начинают заниматься как с нормальным спортсменом и тому подобное. Но когда получилось положение такое, что тренер узнал, и он ко мне подходит, говорит, ты не боишься. То есть если, не дай бог, сейчас она опять упадет, и опять стукнется головой, вдруг что-то произойдет. А еще так получилось, что вот этот мужичок, через который проходит полностью все, у него было увеличение на 6 мм. То есть это то положение, которое практически передавило все нервные окончания. Я говорю, знаете, если Всевышний помог, если Всевышний сделал так, что ребенок стоит на ногах, говорит, двигается, значит все остальное только как Всевышнего. И получается на данный момент, ее, кстати, через полгода сняли абсолютно со всех учетов. То есть люди с такими травмами, у них два возможных варианта. Это либо, ну как бы это печально не звучало, это либо умирает человек, либо это человек овощ. То есть человек, который не может снаучиться миром. Моего ребенка через полгода сняли абсолютно со всех учетов. То есть ей сказали, даже, скажем, как это правильно выразится, ну остатка от травм этого нет. И что самое главное, сейчас она является мамой троих детей. То есть все у нее абсолютно хорошо. И здесь как раз таки и вот сам основной фактор, то что когда получилась данная ситуация, когда я обращался к братьям, к мусульманам, к мечети, когда я приходил в православную церковь, когда я приходил еще туда-куда, то есть я их просил молиться. То есть не получилось так, что не важно, мне не сказали, не говорили, да ты там христианин, поэтому мы молиться не будем. Нет, то есть все ребята, верующие в город Акараганды, все находились в едином болезни. Спасибо.